Сериал Ведьмак стал одним из самых популярных сериалов Netflix в последние годы. Ранее он был известен лишь в качестве книжной серии и франшизы видеоигр, но теперь романы польского писателя Анджея Сапковского были адаптированы в формат сериала. Первый сезон сериала концентрируется на похождениях трех персонажей в разные периоды времени. Среди них Геральт из Ривии, охотник на монстров, усиленный магией, Цири, принцесса с врожденными магическими способностями, и Йеннифер, могущественная чародейка. По ходу развития сериала судьбы каждого персонажа переплетаются между собой. Выбор Генри Кавилла на главную роль Геральта вызвал беспокойство у фанатов книжного цикла, ведь раньше он играл Кларка Кента в фильмах Человек из стали, Бэтмен против Супермена на заре справедливости и Лига справедливости, а также снимался в шпионских фильмах, таких как Агенты Анкл и Миссия невыполнима последствия. Оригинальный образ из книг значительно отличается от того, что мы получили в сериале Ведьмак. Но зрители быстро поняли, что Кавилл идеально подходит на эту роль. Поклонники книг и видеоигр быстро привыкли к актеру, и он стал неотъемлемой частью сериала с самого первого эпизода. В недавнем интервью Hollywood Reporter Кавилл объяснил, что он готов продолжить роль только в том случае, если будет выполнено одно его вполне конкретное условие. В подробном интервью Hollywood Reporter Генри Кавилл подтвердил, что его интерес к сериалу не ослабевает после второго сезона. На подходе уже третий, но актер говорит, что был бы счастлив, если бы сериал продолжился все семь сезонов, что соответствует планам нынешнего шоураннера Лорен Хисрич. Кавилл добавил, что есть лишь одно условие для его дальнейшего участия во франшизе Ведьмак. Он объяснил Hollywood Reporter, что продолжит работать над сериалом, цитата, «Пока мы сможем рассказывать великолепные истории, посвященные творчеству Сапковского» По общему мнению, актеры и съемочная группа будут счастливы продолжать работать вместе с Кавиллом. В том же интервью Хисрич рассказала о том, что актер разговаривает со всеми членами съемочной группы перед началом съемочного дня, чтобы узнать, как у них дела. По ее словам, доходит до того, что иногда наши директора по рекламе говорят, «У нас отличная команда, вы можете спросить кого угодно» Хисрич рассказала о трудовой этике Кавилла и похвалила актера Человека из стали за его отдачу и готовность к работе. Она сказала, «Он знает, что он лучший, но с этим связана и огромная ответственность. Нередко такой человек может превратить сериал в ураган, вращающийся вокруг него. Генри очень старается, чтобы этого не произошло. Он всегда там, где нужно, он всегда знает свои реплики, и он всегда знает, как двигаться. И, естественно, всегда знает, что делать дальше» Звучит так, будто Кавилл всецело предан роли, и это неудивительно, ведь любовь Кавилла к «Ведьмаку» возникло намного раньше, чем он получил роль в сериале Netflix. Генри Кавилл заядлый геймер, и он рассказывал, что игры серии «Ведьмак» от CD Projekt Red познакомили его с серией в целом, и он очень хотел сыграть Геральта из Ривии. Кавилл сказал Hollywood Reporter, что он упорно добивался получить эту роль. В конце концов, его пригласили на прослушивание. Пусть прослушивание – это рутина для многих актеров, они все равно редко требуются для актеров такого уровня и опыта. Но, несмотря на то, что агент Кавилла уверял его, что он не обязан проходить прослушивание, он сам настоял на выполнении запроса. Согласно Hollywood Reporter, когда агент Кавилла выразил дальнейший скепсис по поводу того, действительно ли он пойдет на это, Генри коротко ответил, что это же ведьмак. Энтузиазм Кавилла только возрос после успешного прослушивания. Когда первый сезон сериала оказался огромным успехом, Кавилл стал настаивать на увеличении диалогов с ним во втором сезоне, стремясь лучше передать внутренний мир персонажа из книг. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!